Мы с вами разговариваем в 2009 году. Страстное дело, сколько времени прошло. Субтитры подогнал «Симон» Первые годы, когда я оказался в Москве, я себя ощущал все-таки одесситом, понимаете? Я все время вспоминал об Одессе с грустью и без грусти, просто по-хорошему. И вот это «Черное море» мне не забыть никогда. Это нечто невообразимое. С чем я родился, с чем я живу и умру. В общем, оно неотделимо от меня. Тот, кто рожден был у моря, Тот полюбил навсегда. Белые бачты на рейде, Тот и морской города. Свет маяка над волною, Южных ночей забытье, Самые сирие в мире. «Черное море мое», «Черное море мое». А вообще, как одесский мальчик, я вообще как одессит. Я ходил по Дельбасской улице, где теперь все так, как было, только стоит памятник Утесову. Правда? Он сидит на скамейке, и, пожалуйста, там есть место для тех, кто рядом присядут и с ним сфотографируется. На бульваре я всегда ходил по Пушкинской улице. Я родился на Малой Рудновутской, это полквартала от угла Пушкинской. На Пушкинской гостиница «Красная», подальше к Черному морю, к бульвару. Там дом, в котором останавливался Пушкин. Вот так, вот это Одесса, понимаете? Была у нас квартира небольшая, то есть большая, четырехкомнатная. В этой квартире сколько, я себя помню, нам принадлежало только две комнаты. Потому что раньше была четырехкомнатная, а потом в Одессе всех уплотняли. Это было такое слово – уплотнение. Так вот, нас уплотнили, и было две комнаты. В первой комнате был отцовский кабинет и, ну, так называемая гостиная для гостей. А во второй комнате была спальня и стоял рояль. Сколько я себя помню, стоял рояль. Без рояля я жить не мог. Ко мне приходили, к отцу моему, к матери, приходило много интересных людей, в том числе Шостакович. Вы можете спросить, там лифта никакого нету и четырехэтажный дом. Да нет, Шостакович на третий этаж очень легко поднимался, и вообще-то не было проблемой. Я помню себя в пять-шесть лет, я уже знал, что есть такой Петр Соломонович Столярский. Хочешь, не хочешь, а мама возьмет меня за руку и поведет к Столярскому. Так это произошло. А знаете, почему меня повели к Столярскому? Потому что всех детей, у которых маломальские музыкальные способности, отводили прежде всего к Столярскому. И говорили, Петр Соломонович, ну посмотрите на этого нашего мальчика, стоит ему музыкой заниматься или нет. В один прекрасный день меня мама тоже взяла за руку, отвела к Столярскому, и он сказал, ну я посмотрю, что у вас за сын там, мальчик. Кстати, знаете что, меня в молодости звали не Аскар, а странно, мне даже неудобно сейчас говорить, Кадик. Так вот, мы были у Столярского, и Столярский, значит, ну на рояле, что такое мне наиграл, я спел, ну в общем попробовал мой слух. И сказал, мадам Фельдсман, тогда называли женщин не товарищ там Фельдсман, мадам Фельдсман, господин Фельдсман, это еще старые одесские привычки. Он сказал, мадам Фельдсман, у вашего, значит, сына хорошие музыкальные способности, я буду с ним заниматься. Только надо ему купить четвертушку, скрипку, на которой он будет играть. Столярский великий педагог, его признавали в Московской и Ленинградской консерватории. В Одесском оперном театре он сидел в оркестре и играл на скрипке. И в одно прекрасное время он почувствовал, что это не его, а его это педагогия. Он говорил, ребята, играйте на скрипке, как вкусный борщ. Ну, бред какой-то, да? Для одессита это лучшее определение, чем играйте там форты, пиано с фибратом и так далее, и так далее. Вкусный борщ. Еще можно было сказать, как вкусная скумбрия, как вкусная камбала. Это было близкое ощущение к кайфу такому одесскому. Вот мудрец такой был. Он заказал, чтобы ему сделали надстройку такую в класс, такой высоты, как эстрадное сооружение. И он с первого урока говорил своему ученику, а ну давай, иди становись на сцену, я буду тебя учить, как играть. Потом, через 10, через 15 лет, эти люди, эти ученики становились во многом знаменитостями, они уже на сцене себя чувствовали свободно. Вся жизнь у них произошла вот на этой небольшой высоте. Вот кто такой Столярский. У нас в современном телевидении любят задавать такие вопросы. Вот три варианта. Сколько вы у него занимались? Год? 10 лет? 20 лет? Ну, скажите как? А я вам отвечаю, я у Столярского учился, никогда не угадайте, две недели. Через две недели я пришел с мамой на урок к Столярскому и сказал, Петр Соломонович, я у вас больше учиться не хочу. Он говорит, мальчик, а что, тебе не нравится, как я тебя учу играть на скрипке? Нет, я не хочу играть стоя, а хочу играть сидя. Но он сказал, если сидя, тогда отведите его к Берти Михайловне Рейнвольд, она будет его учить играть на рояле. Мне было лет пять, может, пять с половиной, и вот первое, что я написал, вот, грустное. Для ребенка. И коду. И коду. Это я в пятилетнем возрасте сыграл Шостаковичу. Наши консерваторские профессора сказали, знаете, есть у нас такой мальчик, Кадик тогда, ну, я буду говорить Оскар, Оскар Фельдсман, хорошо было бы, чтобы вы послушали его, родители очень хотят. А теперь, смотрите, как отвечал Шостакович. А отвечал Шостакович так, а когда он разрешит к нему прийти домой, чтобы с ним познакомиться? И вот пришел к нам Шостакович, он сказал, доктор Фельдсман, мой отец был знаменитым врачом, хирургом в Одессе. Он сказал, доктор Фельдсман, я надеюсь, что из вашего сына выйдет настоящий композитор, надо ему заниматься. Я начал заниматься у Берты Михайловны. А там уже Миля Гиллис, он уже был знаменитый в Одессе, такой мальчик, который подавал огромные надежды. И он к нам, Миля, приходил иногда и занимался на моем рояле в нашей квартире на Мало-Эрнаутской. Когда он был на всесоюзном конкурсе, ну, вся Одесса следила, как дальше будет. И вот он получил первую премию. Ему тогда было, наверное, лет 16. Он приехал, причем пришел к нам сразу. Я говорю, Миля, ну какое впечатление Москва на тебя произвела? Он говорит, ты не поверишь, что там было в Москве? Я спрашиваю, а что было? Да он говорит, ты мне даже не поверишь. Я видел самого Леонида Утесова и был на его концерте в Цедры. Я должен вам сказать, что Утесов сыграл огромную роль в моей жизни. Я написал песню на стихи Драгунского и Давидовича. Называется она «Теплоход». Теплоход, теплоход уходит в море, Теплоход, свежий ветер сердцу вторит и поет. Вот я написал эту песню, показал своим товарищам, композиторам в Москве. Мне говорят, немедленно иди к Утесову, он будет петь эту песню. Я им отвечаю, да эта песня никуда не годится, она слабая. Ну, короче говоря, они мне объясняли, что к Утесову пойти нужно было. После того, что в Москве я сыграл песню «Утесову теплоход», он мне сказал, «Оскар, через недели две-три ты по всем радиостанциям будешь слушать свою песню «Теплоход». Она прекрасная». «Теплоход, он идет навстречу зорям, шумевод, словно лебедь на просторе, он плывет, теплоход». Давайте на одну минуту вернемся в Одессу. Утесову теплоход, в Одессе, как и во всей нашей стране, были очень тяжелые годы, это 30-е годы, и довольно голодно было, и никакого шика в одесской жизни не было. И в то время, когда народ жил трудно, в Одессу приезжали самые лучшие музыканты, исполнители со всего мира. Вилли Феррера, замечательный дирижер. Ну, полуголодное время, а он приезжал часто в Одессу, дирижил одесским симфоническим оркестром. Приезжал Артур Рубинштейн. Был такой, надо, чтобы знали. Я вспоминаю филармонию. Вы называете это здание все время филармонией, а я ее называю биржей. Вы послушайте, и это интересно, что я скажу. В этой бирже было для архитектора условие сделать так, чтобы была плохая акустика, чтобы невозможно было подслушать, что говорит сосед. Насчет денег, конечно. Потом, после революции, в этом помещении организовали, будете смеяться, филармонию, которая нуждается в замечательной акустике. Оказалось, что это здание подходит и для биржи, и для филармонии. В опере у моего папы был пациент, я вспоминаю, главный администратор оперного театра. И он нам писал бесплатные контрабарки, и в том числе мне. И я приходил запросто вечером, ну, в 7 часов, очевидно, как всегда, я слушал оперные спектакли. И у меня сразу появлялись какие-то артисты, которых я очень любил. Я ходил по 10-20 раз, слушал оперы Чайковского, Римского, Корсакова. Я был целиком в музыке. И, знаете, как подсказки Шостаковича, все так и произошло. Я приехал в Москву, я, может, это не скромно, хотя теперь я должен сказать так, как есть, я лучше всех сдал экзамены на композиторский факультет. В том году меня принял, естественно, Шибалин, и я стал студентом консерватории. Я получил, знаете, какую? Я получил сталинскую стипендию. 500 рублей. А знаете, что такое 500 рублей? 500 рублей. На старом Арбате туфли черные, концертные, мне надо было купить. Они стоили 50 рублей. А я получал 500. 10 пар туфель. Когда я оказался в Новосибирске во время войны, это все было связано. Новосибирск, Москва. Там был союз композиторов. Меня все композиторы избрали ответственным секретарем Всесибирского союза композиторов. Я тоже удивился. Я теперь тоже удивляюсь. Мне тогда было неполных 20 лет. Но ко мне на заседание приходили Щербачев, ленинградский композитор, Юра Свиридов, уже известный композитор. Мравинский, художественный руководитель, главный дирижер ленинградской филармонии. Я за эти годы прошел великие музыкальные университеты. Почему? Я написал, через две недели я слышу это, свою музыку, свою партитуру в исполнении фантастического ленинградского симфонического оркестра. меня узнал Евгений Александрович Мравинский. Он слушал мои партитуры. Я бывал у него дома. Но я сразу понял, что это великий дирижер. К нему так и относились. К нему приезжал Шостакович на исполнение Пятой симфонии других его произведений. Я с ними общался. Это были огромные университеты. Понимаете? Я писал серьезную музыку. И в один прекрасный день приехал в командировку в Новосибирск такой Владимирский, который заведовал всеми музыкальными делами в Советском Союзе. Он подошел ко мне и сказал, вы знаете что, я хочу, чтобы вы со мной поехали в город Сталинска. В Сталинске был в эвакуации Московский театр Аперетка. Чтобы вы поехали со мной, я хочу, чтобы вы познакомились с этим театром. А вдруг вы что-нибудь напишите. Мой король, мой король, ты меня, мне не полишь, жить нельзя, не любя, я люблю не тебя, что мне власть, что мне трон, что мне власть, что мне трон, если рядом не он. Что мне власть, что мне трон, что мне власть, что мне трон, если рядом не он. Теперь должен вам сказать самое серьезное, что произошло в моей жизни. Когда кончился спектакль, я знал, что я буду обязательно писать музыку в легком жанре, что я обязательно буду писать опереты, песни. В общем, меня Кальман взял к себе в плен. Вообще у песни есть три автора – композитор, поэт и исполнитель. Исполнитель огромную роль играет в пропаганде нашей музыки. Так вот, я был счастливым, у меня не было ни одного огорчения в жизни из-за исполнителей. Только была радость, и я испытывал к ним только благодарность. Одно из первых мест в моей жизни занимает Йосиф Кобзон. Он ко мне пришел, когда ему было, наверное, меньше 20 лет. Он только из армии демобилизовался. Позвонил, я открыл. Вот меня зовут Йосиф Кобзон, я хочу с вами поговорить. Он мне спел несколько песен, я ему прокомпанировал. Он сказал, может, я могу вам пригодиться как-то? Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет На тебе сошелся клином белый свет Дальше Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба». Тогда «Дружба» Броневицкий руководил. Ну а Пьеха самородок. Встретили в волнах болгарская роза и югославский жасны. С левого берега Лилию вроса сбросил во след им румын. От Украины, Болдовы, России, дети советской страны Бросили тоже цветы полевые в гребень на истребовую. Самые именитые исполнители пели мои песни. Они мне доставляли не только удовольствие, а они вселяли в меня уверенность, что я на правильном пути. Ой, огромная как шаг. Юра Гуляев. Это все какие потрясающие. ПЕСНЯ Сергей Магомあев Гediaев Нよвел. Потрясающий сценарий. Кто выступно и беспечно хохотать способен вечно Распер тот мужчина Кто пошел с земные дали Но всю жизнь не знал печали Разве тот мужчина Кто со справлённым даже слове Унутрялся хмурить в брови Разве тот мужчина Кто смертельно не влюблялся, ни со мной не целовался, разве тот мужчина? Тут я должен вам вспомнить, может, это не скромно, но о моем сыне, о Володе, он большой музыкант и так далее. Из того, что я вообще написал в жизни, Володя выделял только отдельные, отдельные, наиболее какие-то, ну, может быть, выдающиеся песни. В том числе он сказал, я не могу понять, как ты написал музыку колыбельной. Спокойной ночи говорю я снова И верую, что не настанет дня Когда тебе твои эти тихих слова Промолвит кто-нибудь поздней меня Промолвит кто-нибудь поздней меня Спи ночь в июле Только шесть часов Последние годы мне Утесов звонил и говорил, я был на концерте вашего сына, он будет большим музыкантом, он на меня произвел большое впечатление. Это говорит о том, что Утесов от Баха до Афенбаха, он всю музыку любил. Сын мой играет на рояле и неплохо играет на рояле. Ну, еще могу без излишней скромности сказать, что он входит в число самых таких знаменитых пианистов сейчас. И смотрите, у меня четырехкомнатная квартира. Значит, в первой комнате стоял один рояль. Вот мы сидим в другой комнате. И в следующей комнате стоял другой рояль. То есть в одной квартире было два рояля. А было два рояля, потому что действительно с пяти-шести лет этот маленький Володя мне сказал, папа, я хочу играть на рояле. Ну, я ему купил рояль. И, в общем, он на нем учился играть. У Флиера он кончил московскую консерваторию, он кончил аспирантуру в московской консерватории. Он получил гран-при в Париже, конкурс имени Лонг и Тибо, да, и стал вообще широко концертирующим пианистом. Ну, я, естественно, слушал его дома. Вот опять-таки этот лозунг от Баха до Оффенбаха, он осуществлялся в нашей квартире, в нашей семье. Первый концерт в Соединенных Штатах он дал в Белом доме. После этого у него был концерт в Карнеги-холл. Ну, а теперь Володя имеет свой колледж, ну, широко концертирующий пианист и дирижер, кстати. Я считаю, и он сам считает, что он представитель русской фортепианной школы. Это особое прочтение музыки. С одной стороны, большая сердечность, душевность, а с другой стороны, классическая сдержанность. Он мне звонит, можно сказать, каждую неделю я ему звоню. И в этом, в этом, по-моему, проявляется русская школа, ну, не только музыкальная, но и человеческая. Играет музыка. Вы мне можете сказать, вы знаете, Аскар Борисович, вы счастливчик. У вас просто не было никаких неприятностей, все было замечательно. А я скажу, ничего подобного. Я не счастливчик, а нормальный человек, у которого в жизни чередовались успехи и неуспехи. Радостные дни и дни тревожные и грустные. Один раз только я попал в такую нехорошую ситуацию, знаете, с такой песней, которую я могу просто сказать. Знают все и поют все. Это «Ландыши». Я передал эту песню Гелене Великановой и уехал на юг вообще просто отдыхать. Через две недели я получил из Москвы письмо. Приезжай обратно быстро в Москву, бросай там всякие свои отдыхи. Получишь удовольствие, вся Москва поет «Ландыши». Ты сегодня мне принес ни букет из пышных хвост, ни тюльпаны, ни лили. Протянул мне ровно ты очень скромные цветы, но они такие милые. Я купался в славе. Потом у нас в Союзе композитор. Мне потом рассказывали. Было какое-то заседание. Значит, из Центрального комитета запросили все творческие союзы. «Дайте нам пример пошлости в вашей работе». И так же самое вот тут в Москве, значит, в Московском Союзе. «Дайте пример пошлости». Уже подходило собрание к концу. И сказали, вроде у нас нет. И тогда один из композиторов, не буду его называть, он сказал, а вы знаете, есть «Ландыши», все поют «Ландыши», это ж пошлость. И тогда сказали, о, стало легче. «Ландыши», 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 «Ландыши». Теперь спросите меня, сколько меня ругали за «Ландыши». Как на телевидении, модно. Месяц, год, два года. Меня ругали 23 года. Это я документально, по газетам. Я уже все, я говорил, я уже, если виноват, я все понял. Только дайте мне спокойно работать. Нет. «Ландыши» это такой шлягер был для наших журналистов и так далее. «Ландыши», 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 «Ландыши». Была поездка, между прочим, от Москвы до Ленинграда. Композитор был. Хреников, я, Калмановский, Островский. И к нам потом присоединился Шостакович. И когда мы приехали в Клин, первый концерт должен был быть. Мне Хреников говорит, концерт, каждый концерт будешь кончать «Ландыши». Я говорю, как, Тихон, это же невозможно, ругают, это же пошло. Нет, по требованию обкома будешь кончать. И вот так мы ехали от Москвы до Ленинграда. В каждом городе я пел «Ландыши», «Ландыши», все были довольны. Я приехал домой с жене, говорю, слава богу, все с «Ландышами» закончилось. Ура! На следующий день в какой-то газете. «Ландыши» – это пошлость. У меня много песен, и каждая песня имеет свой сюжет, и место действия тоже разное. Бог знает, по всему земному шару, значит, ходят эти песни, как ходит песенка по кругу. Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты в то же утро ощутилась. На другом конце планеты мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Есть такие сюжеты, которые я должен себе представить, как в театре нарисовать целую картину, понимаете? «Я вас люблю, я думаю о вас, вы для меня смятенье, окны непокорно ждут ответа ваших глаз, и повторяю в мыслях ваше имя, я вас люблю, ну и так далее, я думаю о вас». Композитор обязан фантазировать и быть каким-то художником, рисовать эти картины, прежде чем он садится писать музыку. Это большое дело. После дождя деревья распускаются, после дождя люди улыбаются, после дождя влюбленные встречаются, синеют небеса. Вот если бы вы спросили, какие песни мои, мне больше всего нравятся, я вам должен сказать, у меня никакого разночтения с народом нет. Вот те песни, которые на протяжении уже нескольких десятилетий поются и любятся народом, ну, честно говоря, эти песни мне дороги, понимаете? Поэтому и «Черное море мое», и «Венок Дуная», и «Я верю в друзья», ну, что, возвращение романса, ходит песенка по кругу, да и так далее, и так далее, и так далее. На тебе сошелся клином белый свет, они мне дороги. Я живу, люди живут, вселенная живет, и думаешь, а где же самое лучшее место на земле, где тебе комфортно, уютно, интересно и так далее. Я очень люблю Одессу, я вспоминаю, но должен вам сказать, что я чувствую себя сейчас москвичом. Я не знаю, как это произошло, но я точно москвич, и даже часто езжу по московским улицам, и думаю, мне не нужно ничего вспоминать, где этот дом расположен, какой переулок здесь, я все воспринимаю как что-то свое близкое и родное. Я вас люблю, я думаю о вас, вы для меня светельные дны. Покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас, и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас, и повторяю ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас, и повторяю ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас, и повторяю ваше имя. Вечер пятницы на телеканале «Культура». Телеканал «Культура» приглашает на встречу с любимыми артистами, с музыкой, которая не стареет, на встречу с «Романтикой романса». Новые концерты любимой программы. Ведущие Мария Максакова и Святослав Белза. Съемки программы «Романтика романса» во дворце на Яузе 18 и 19 февраля. Билеты в кассу города и на сайте ticketland.ru. Бандиагара. Страна догонов. Изгнанные из своего отечества, овеянного легендами Манде, они пришли сюда, в эти пустынные бесплодные края, на востоке Мали, более 800 лет назад. Выбор такого унылого пустынного места не случайен. Это следствие изгнания с его горьким опытом. Плато Бандиагара, скалы, утесы и расщелины стали надежной защитой от преследования. Здесь они чувствовали себя в безопасности от посягательств врагов, нападений воинственных соседей и, до недавних пор, прежде всего, от влияния современной цивилизации. Здесь они хранили свое наследие. До наших дней. Искусство догонов тесно связано с религией. Оно – выражение их анимистического мироощущения. Древнейшие памятники культуры этого народа скорее найдешь теперь в крупнейших музеях мира, чем на их родной земле. В одном из самых святых для догонов мест сохранились эти наскальные рисунки. Каждые три года здесь по строго заведенному ритуалу совершается обрезание десятилетних мальчиков всего региона. Своего верховного жреца догоны чтут едва ли не как Бога. Он вступает в обитель духов, там поклоняется предкам. Прародитель догонов обратился после смерти в змею. С тех пор змея для них – священное животное. В повседневной жизни этот народ руководствуется бесчисленными табу. Эти предметы защищают от злых духов. В некоторые места может ступать только нога жреца. Тот, кто решится слишком близко подойти к запретному, умирает на месте. Прежде жрецы всегда носили сандалии, ибо они обладали такими мощными силами, что их голые ступни могли сжечь землю и все растущее на ней. Субтитры создавал DimaTorzok